Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я риэлтор в Центральной Флориде, точнее город Орландо и пригороды этого красивого города. Сегодня у нас немножко будет необычный такой тур, у нас сегодня несколько объектов. Приехал клиент, инвестор из Москвы, и мы сегодня показываем ему конда. Он хотел инвестировать, самого этого инвестора в кадре нет, он остался инкогнито, потому что сглазить, наверное, не хочет. Пока что, да, рано еще говорить и поздравлять. В общем, давайте я быстро вам скажу, какие у него были критерии. Критерии были 150-200 тысяч долларов, 2 бедрум и плюс, и что-то такое инвестиционное, что можно было бы очень быстро и успешно сдать. Естественно, я опять перелопатила всю базу, смотрела по всем районам, и дороги привели опять-таки в метро Вест, наше излюбленное место. Ну, реально, как инвестиции и быстро сдать, это, скорее всего, самый лучший район, так как здесь есть две хорошие школы. По крайней мере, вы уже будете знать, что у вас будут потенциальные арендаторы, прибавится та категория, у которых есть детки, которые ходят или в элементарий школу, или в хай-скул. Вот эти две хорошие школы здесь, и цена и качество опять-таки на высоте в этом районе. Сейчас мы находимся, сейчас мы пойдем посмотрим первый объект, находится он в Бермуде-Дюнс, как раз-таки наша красавица Юля живет в Бермуде-Дюнс, в этом комьюнити. Может быть, если что, ты потом поподробнее расскажешь, если будут вопросы. Мы идем смотреть конда, цена конда 147,988. Странно, почему еще пару центов не прибавили или не отняли, очень такая странная цена. 147,988, две спальни и две ванных, 1072 квадратный скверфит, что представляет из себя 100 квадратных метров. Достаточно хороший размер, 100 квадратных метров, двухбедромная конда, налог 1770 в год и H.O.A. 406 долларов в месяц. H.O.A., конечно, здесь приличный. H.O.A., в принципе, у всех конда, да, то есть... У нас здесь выход на гольф-поле, очень красиво вокруг, так что... То есть здесь есть за что платить H.O.A., в принципе, если вы рассматриваете конда H.O.A. выше, если вы рассматриваете сингл-хаус, то цена будет выше, то есть... А H.O.A. ниже, то есть здесь уже, знаете, ну, помочь мы ничем не можем, что есть, то есть. Давайте я быстренько сейчас еще скажу по аренде. То есть конда, который мы сейчас увидим, который находится в Бермудо-Дюнс, можно сдать за 1200-1250. И про моргач я даже не знаю, если есть смысл говорить. Наверное, не будем. Потому что лучше как инвестиции, мы сегодня с инвестициями работаем, потому что если это будет уже речь идти о кредите... Возможно, в этом комьюнити кредит просто не дадут еще. В некоторых комьюнити не дадут, я думаю, в этом не дадут. В принципе, у нас сегодня все конда в одной ценовой категории, в каких-то дают, в каких-то нет. Если не учитывать кредит, который, опять-таки, около 500 долларов в месяц, не знаю, если это будет стоить, есть смысл. 147 долларов налог в месяц. Я просто разбила на 12 месяцев. 406 долларов H.O.A. и приблизительно около 80 долларов в месяц будет страховка. Наконда. В месяц? В месяц. Страховка в месяц будет стоить 80. Да. Ага. Понятно. Вот. Давайте пройдем на объект. Да. Могу сказать про это комьюнити, то, что его недавно отреставрировали, сделали ремонт новый. Где мои ребята? Так что все, что вы видите, это обновленный вид данного комьюнити. Проходите, гости дорогие. И ты, пятачок, заходи. Смотрите, какой интересный вид. Просто вид хороший. Как в том, конда с видом на миллион. Ага. Шикарный вид. Сразу пробежали на балкон. Сразу вид с ними. Извините, конда нам уже неинтересна. Да. Вид на пальмы, озеро и... Кусочек вольфа. Вольфкорс. Это третий этаж у нас. Так, вот тут вот кусочек крыши. Так. Что здесь я могу сказать из плюсов? Потолки высокие, потому что это третий этаж. У первого и второго этажа потолки значительно ниже. Потому что я сама живу на первом этаже, поэтому я знаю, что здесь на третьем этаже хорошие высокие потолки. Ну, то есть на последнем. Иногда это второй этаж здесь последний. Вот у нас эксперт по Бермудо-Дюнс. Да, да, да. То есть недавно, как я сказала, уже делали здесь ремонт. Вот эти вот люди, которые сейчас продают, да, они поменяли здесь фартук. Значит, сама кухня оригинальная, какая была. Техника тоже не новая, но, будем надеяться, рабочая. Морозит. Сушильные стиральные машинки здесь такой был. Кинклозит. Да, это карпет. Кинклозит от ковролина. Да, 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 это ковролина. Они в стиле или новый. Сразу видно, мы почувствовали запах нового ковролина, да. Значит, у нас две спальни в этом Маконде получаются, и они идут как распашонка. Да. Они буквально одинакового размера. То есть где здесь мастер, где здесь кистевай. Не поймешь. Да, не понять. Так, здесь вот так вот интересно продумана раковина. Посмотрите, такая вот раковина, она чуть-чуть отдельно идет от ванны и туалета, да. Таким вот образом, интересно. Чуть-чуть. Совсем не чуть-чуть. Гардеробная. Такая гардеробная, хорошая. Вообще, комната сама не маленькая, вот эта, да, спальня. И они две одинаковые. Вот сейчас мы... Да, я посмотрела, да, 14 на 15 с квадратных лет. Да, вот еще вторая спальня. Она такая же, прям аналогичная. Туалет, ванная и тоже гардеробная. Вот, посмотрите. Здесь сделали такой ремонтик внутри, тоже облагородили все. Вот вид и спальни. Все, идем в следующую. Да, у нас сегодня голопом поедут. Ага, так, следующую смотрим тут же, также на третьем этаже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, теперь мы проехали на новый объект. Это новый комьюнити. Мы здесь уже были. Здесь у нас была конда, которая с видом на миллион. Эта комьюнити называется Hamptons. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле большой, большой получается по размеру. То есть это трешка уже, а не двушка. Это трешка, да. И значит налог у нас получается в год 2135. Но здесь нет гаража. Здесь нет гаража. Здесь одна лишняя спальня. Место гаража. Дешевле цена. Да, место гаража. Да, но цена дешевле. Цена дешевле. И HUE 470 долларов в месяц. Ну, не маленький. Не маленький, да. Но опять-таки здесь же считается это от квадратуры. Сколько количества спален, квадратуры и так далее. То есть именно на это кондо 470 долларов в месяц. Три спальни, две ванных. Пойдем посмотрим. Да, сейчас я издалека покажу, как это выглядит. Практически выглядит как таунхаусы, да? А это кондо. Ну, здесь, видишь, есть гаражи, но к этому кондо не относится никакой из них. Все, поехали. Это третий этаж. Да, третий этаж. Поднимаемся на третий этаж. И интересно, что мы там увидим. Да, я не была, еще не знала, что мы там увидим. Потому что по цене, как бы цена хорошая. Да, хорошая. Не факт, что там хорошо будет. Будет хороший ремонт, да. Но это нужно посмотреть. Ну, да. Так. О, вот так вот приходят посылочки. Людям оставляются прямо под дверью. Безопасно. Ну что, проходим? Да. Проходим, проходим. Давайте посмотрим. Так, ремонт здесь ремонтом не пахнет. Нет, не пахнет. Слушайте, надо менять ковролин. Ковролин нужно менять, да, сразу видно. Ну, а света здесь нет? Если нет, мой телефон, конечно, вытянет. Давай сейчас посмотрим. А то, может, они тоже не платят. Знаешь, света нет. Тоже не заплатили видео. Все, за свет они не платят. Ай-яй-яй. Запах немножко такой застоявшийся. Да, потому что у них выключен кондер. Конд, кондиционер не работает. Кондо на рынке 30 дней. Видимо, все эти 30 дней. Ну, а что же они, да, не так и много оно на рынке. О, мне нравится тоже здесь, да, вот этот вот витраж, Вашли, как это называется. В общем, такие большие раздвижные балконные двери. Вид не на миллион. Вид уже на 100 тысяч. А вот тут не знаю, что это такое. Контейнер какой-то стоит. В общем, вид как вид. Какой-то строительный контейнер, возможно, ремонт где-то идет. Это не мусор. Да. Так, потолки из хорошего. Высокие потолки. Мне это нравится. Что тут у нас еще? Ковролин однозначно нужно будет менять. Но, кстати, надо сказать, что это недорого стоит. Да? Не, ковролин вообще недорого. Недорого, да. Может быть... На такой кондо, скорее всего, тысяча три будет стоить. Ну, в принципе, тут вот это вот не старое. Может быть, и не надо обновлять, я не знаю. Видно, что они что-то закрашивали. Да, да. Они заделали... Дырки, да, всякие. Так, это гардеробная. И вот, посмотрите, вот это здесь точно сменено. На полу плитка положена. Это точно они положили. Ну, может быть, просто давно. Да, вот смотрите, в темноте, да не в обиде, практически можно все рассмотреть. Ванная. Ну, не убитая ванная, кстати. Что тут еще у нас есть? Так, ландри-рум, прачечная, постирочная. Вот она здесь. Это нагреватель воды. Проходим далее. Что мы еще здесь? Ты где? О, это выход. Это выход. Так, я тебе туда пошла в трех спальнях. Слушай, здесь обеденная зона, да? Здесь гостиная. Да, вот она, гостиная. Там неизвестно, я думаю, там как раз была такая мастер-хозяйская спальня. И две поменьше спальни здесь. Так, это спаленка детская, но тоже нормального размера. Здесь вот, посмотрите, гардеробная. Тоже не очень маленькая, нормальная. Такой вот тоже вид сюда же, в общем-то. Далее проходим. И санузел на две спальни, получается. А, на две спальни, то есть два санузла, да? Угу. В общем, получается вот так. Это все такое оригинальное еще стоит с тех времен. И вот еще одна гардеробная у третьей спальни. То есть как бы две гостевых и одна такая хозяйская. Все понятно. Что тут у нас еще? А, вот помнишь, у ребят такое вот было, я помню, такой островок тоже, да? Уголок для наказания. Да-да-да. Ну, что-то здесь можно сделать, придумать интересную. Ну, какой-то они собирались, ой, ванную, винную. Ванную не сделаешь, винную можно. Винную сделать, столько. Ага. Так, ну, техника, конечно же, старая, что говорить, тоже ее надо менять будет. Ну, из-за этого цена, понимаете? Клита нормальная. Клита нормальная. Кухня сейчас, такой цвет, конечно, не актуален. И есть, я видела, такие компании перекрашивают просто в серый и белый цвет. И смотрятся как новые. Гораздо дешевле, чем переделывать все это. Я уже две кухни перекрасила в своих прошлых домах. Ага. Да-да. Они все очень красиво смотрятся, они профессионально это делают. Стоит это намного дешевле, чем всю кухню поменять. Около полторы тысячи. А кухня сама бы стоила около восьми тысяч. На эту кухню. На самом деле, я нашла контакт. Даже еще дешевле, да? Который покрасила девушка, она русскоязычная, покрасила кухню большую, намного больше, чем эта. А, 700 долларов. Вау. Классно. У меня мама хочет покрасить. Можно поделиться контактиками. Да, обязательно, конечно. Да, потому что тоже вот такого рыжего цвета, он сейчас вообще не популярен. Очень красиво покрасила. Я тебе даже покажу фотографии, мне скидывали. Классно. Она была коричневая, и сделали такого дымчато-серого цвета. Да, 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 сейчас тоже это модный цвет. Сейчас они стали модными такой цвет. Он более востребованный сейчас, чем белый кухня. Ага. Сначала... Вот, хочу еще снять. Вот, с Амазона. Видите, как поставили просто коробочку. Когда-то были модные, типа, вишни, да? Цвет вишни в кухне. Да, да, да. Их все понаставили. А сейчас совсем. Потом мода пошла на белые кухни. Их стали все перекрашивать или белые ставить изначально. Сейчас мода пошла на серые кухни. Сейчас мы пройдем еще в одну конду в этом же комьюнити. Хорошо. Я вам уже там поближе расскажу. Вот мы подъехали к... Подошли, вернее, к другому объекту в этом же самом комьюнити Хамптонс в Метро Весте. Кстати, интересно будет сейчас сравнить конду, который мы только что сняли. Да. И конду, который мы увидим. Я его еще пока не видела, но цена у... Это совершенно идентичный по квадратуре. Тоже три спальни и две ванных эта конда. Цена этого конда на 5000 долларов выше, чем предыдущая конда, где ковролин нужно менять. Ага. Цена на это конда 145000, квадратура точно такая же, 1260 квадратных фит, 117 квадратных метров, налог 2127 в год. И, кстати, я не уточнила такую вещь в прошлом конда, что я посмотрела аренду, что здесь давалось тоже три спальни и две ванных, похожие квадратуры. Это где-то 1450-1500. Ну, хорошая цена. Опять-таки, да, я думаю, что то конда все-таки нужно будет поделать, чтобы хотя бы его за 1200 сдать, потому что там чувствуется, ну, нужно что-то вложить. Это не будет, скорее всего, какая-то огромная... Если поменять ковролин, это однозначно не будет дорого. Ковролин, скорее всего, около 3000, я так думаю, выйдет. Меня просто клиент менял недавно, приблизительно похожая квадратура, 3,5, по-моему. Ну, такой дешевенький, а вам дорогой не нужен для инвестиций. Давайте просмотрим. Да, идемте, посмотрим. Это на первом этаже? Да, кстати, конда, это на первом этаже, то и конда была на третьем, мы говорили. Да, и вот мы думаем, что для инвестиций все-таки лучше первый этаж, потому что есть люди, которые не могут подниматься наверх. Ну, да. Да, все-таки. С другой стороны. С другой стороны на третьем этаже не ходят. На втором этаже будут ходить по голове, да. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы, как бы надо выбирать. Да, то есть если есть ребенок маленький, естественно, коляски на третий этаж очень сложно тащить, и ребенка под мышкой еще продукты может. Или старый человек есть, да, то тоже, или инвалид. Кстати, лифтов, лифтов здесь нет, в основном ни в каком комьюнити, очень редко, где можно найти. Такого плана комьюнити, да. Такого плана комьюнити нет. Так что нужно будет выбирать. Ну, на третьем этаже как бы удобнее тем, что у тебя и выше потолок. Там и вид будет, если есть, вообще этот вид есть, на третьем этаже будет вид лучше, чем на первом этаже. Но с другой стороны. Да, пропускаем дядечку. Да, давайте пропустим. Так. Стоять. Проходим. Вот она открывается. А, открывается дверь. Волшебная дверь. Так, 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 что мы тут видим? Так, что мы видим, что мы видим? Из плюсов, что это первый этаж, на полу уже плитка. Из минусов цвет стен ужасный. И пахнет вот этой затхлостью, знаете почему? Здесь нет цвета, опять-таки, как и в том, в прошлом Кондо. Почему-то хозяин решил не сохранять, как бы, свой аккаунт, свой счет по электричеству. Они все отключены, и запах вот такой затхлости есть. Потому что не включен кондиционер. Нужен, конечно, особенно во Флориде, и сейчас жара уже наступила, нужно, естественно, гонять воздух. Вот зато же сердечко оставили. Смотри. Да, зато сердечко оставили. Да, нельзя бросать свои владения, объекты, квартиры, нельзя так бросать. Так, в общем, здесь то же самое, что и в предыдущем варианте. Да, только вот здесь на полу, что это у нас такое, что-то непонятное. Ламинат. Это ламинат, это ламинат, это не какое-то дерево шикарное. Это дешевый, ну, как бы, дешевый достаточно ламинат. Так, вот она, ванная комната. Света здесь нет, предупреждаем, да. Вот так вот в темноте, да не в обиде опять. Хорошо, что немножко телефон позволяет снимать в темноте. Думаю, вам все видно. Вот постирочная тоже. Столовая зона. Так. В кухне они что-то пытались поменять. Да, да, да. О, холодильник новый. Плюс. Да, холодильник новый. Ну, относительно, скажем так. Здесь, смотри, интересно, как что-то пытались наклеить, но не получилось. Да, наклеено такое. Ну, тоже, в общем-то, это лучше поменять все получается. Это инвестиция-проект, сюда тоже нужно вложить. Чуть-чуть вложить. Так, что у нас дальше? Здесь еще две спальни, как и в предыдущем варианте. По крайней мере, полы здесь делать не нужно, переделывать полы не нужно. Да, полы не нужно. Можно так оставить, перекрасить, освежить. Но здесь нужно стены. Да, я говорю, перекрасить, освежить сам Кондо. Причем, представишь, они везде этот цвет сделали, даже в ванных. Слушай, не говори. Удивительно вообще, вкус такой, да? Да, у людей. Это уже мелочи. Видите, какой разный вкус бывает. Тоже вот эта винная комната или что-то такое наподобие. Гало для наказания. Так, выход на балкон. Это была уже на балкончике. Вид, естественно, ну, такой обычный вид. На парковочку. Да, на парковочку. Ну, неплохо. Неплохо кустики. Да. Зато первый этаж. Да, в общем, есть свои плюсы, есть свои минусы. А мы идем смотреть дальше. Вот, посмотрите, это колонки. То есть вы можете их подключить к телевизору, который будет у вас вот здесь висеть. У вас будут такие в стене колонки. Для кого-то хороший вариант. Ну, место очень красивое. Естественно, если купить такую инвестицию и сделать ремонтик, это будет, конечно, конфетка. Но, естественно, нужно смотреть, чтобы вид еще какой-то был. Потому что ремонт сделать можно, а вид уже не перенести. Ну, и с видом они будут подорожеству. Ну, да. Вот здесь, кстати, кафе у них есть такой барчик. Тик называется. Там гамбургеры вкусные. Да, оно очень популярное здесь место.